Азбука «Как быть повстанцем?» не для продажи, все государственное. Алярмик, украинский супергерой. С 2014 года мы не получали русскую литературу, а потребность в этом была. Это на базе Республиканской детской библиотеки Северной Осетии во Владикавказе. Дети собрали для детей освобожденных территорий литературу, которая вне классного чтения. То есть там очень хорошие есть, там начиная от Есенина, заканчивая зарубежной литературой на русском языке. Литература была все-таки в Библии, да? Шушлышкин, Островский, Чехов. Замечательно. Изымали, а некоторые просто прятали, скажем так, убирали из книжных полок. Ну а вместо этого, конечно, литературу экстремистскую в библиотеке заводили. Это тоже не секрет, который мы сейчас, в принципе, пытаемся изъять. Какая-то работа ведется по этому вопросу? Конечно, вот сзади вас есть литература, которую мы уже отобрали. До этого тоже часть литературы уже была изъята. Покажете, может быть, какие-то наиболее такие примеры? Примеры. Те же самые сказки. Ну, сказки Ливерны Касашко. По-русски сказки. Есть сказки, где царь произошел от цигана, и он, значит, в Москве, в государстве, как он правит. Ну и все соответствующее оттуда, все негативное. Как я вырастал за стеной. То есть, как я вырастал за стеной. Имеется в виду, тоже вот обособленность, что... Я думаю, без всего понятно, о чем он тут говорится. Ну, какого плана. Самые такие книги, которые красноречивые были про Бандеру и как вырасти истинным учеником Бандеры, уже забрали. Мы все эти книги знаем, поэтому изъяли их немного раньше. Я вам нашла ту книгу, которая вам проиллюстрирует... Вот, пожалуйста. Повстальческая азбука. Азбука, как быть повстанцем, не для продажи, все государственное. Алярмик, украинский супергерой. Давайте подрядим, альдинка. А вы расскажете, что у нас такое? Может, если лучше было подойти к нашему фонду, он там старый, это где-то невозможно. Он у вас может взять много... Там классическая литература, которая уже... И показать, как нас находят, что летят, но сейчас это, как мы сейчас получили. Вот, о, ижак. Это сброя диверсанта. Азбука диверсанта. Азбука, как еще раз? Повстанца. Йосипка и Адольфик заболели. Адольфик. И Адольфик. Вот он, пожалуйста, правый сектор, флаг. Марширует. Мы прибыли в поселок Черниговка Запорожской области. Привезли сюда тонны книг, собранных на базе Республиканской библиотеки Республики Алания, Северная Осетия. На протяжении двух последних месяцев книги из ГУМ-центра развозятся по всем населенным пунктам Запорожской области. Но в самые опасные районы мы решили доставить их лично. Мы находили, просто открываешь книгу, а здесь пожелания. Вот, например, было самое трогательное, наверное, пожелание от ребят из школы, из города Владивостока. Там пожелания добра именно нашему краю, Запорожскому. Ребята, держитесь, мы с вами. Это было просто дать слез. Одна книга у нас на руках, мы ее читаем сейчас. Извиняюсь, не могу вернуть. И тоже письмо от ребенка 10 лет, где он тоже желает, чтобы, вернее, просит юного читателя беречь эту книгу. И желает, чтобы был поскорее мир и в нашей стране тоже, ну, в нашей общей уже стране. Вот с таким благодарностью и с пожеланием мира и добра. Субтитры создавал DimaTorzok